доброе утро всем у меня 7 утра идет какой-то безумный строительный шум за окном спальни спать невозможно выходной в какой-то веке среди недели так получилось понедельник просто невозможно отдохнуть я думала они заберут эту технику и поедут себе нет они тут развили какой-то пункт а там все это делает трактор чуть дальше видно по улице просто дурдом самого утра нет покоя это какой-то ужас просто еле продрала глаза всем утра и самого утра ци она сверлит сверли я вообще охренела от этого всего происходящего конечно бумажки эти все приносят но я не думаю что с 7 утра вот это они устроят такой мне картибалет ужас остается одно с утра закрыться ванной и релакс себе сделать отдыха ванной все не знаю где от них спрятаться шум безумный просто еще полночи заснуть не могла а утром вот такое сделала маску сейчас пойду в душ всю ночь у нас шел дождь под утро я хочу закончилась первый раз такое вижу чтоб собирали яблоки один ходит трусит яблоню а другой ходит собирает это все наверно на это пастбище собираются коров загонять с целым прицепом собирают урожай коровы ходят гуляют термиты все сверлят там едут едут со всех сторон нет покоя а вот какой микроб главное как кабриолет крыша черная но эти конечно это просто под моим окном выхожу на балкон двери закрываю в квартире как сказать тепло и тут сразу надо и обе все проверить собираюсь коврик постирать боится шума боится каких-то громких звуков как-то так у нас сегодня опять огромный этот пес черный гуляет хорошенький видно что хозяев любит и в ответ его любят выпускают побегать размяться но они вроде возле своего дома недалеко там но опасно я боюсь сторону даже идти обе любит провоцировать гавкать и все так вот выставляют полные баки биомусора когда уже на собиралась выставляют по каким-то дням в неделю забирают сбор яблок продолжается овец уже убрали нету тут загородку пока я была два дня на работе зато вот эти кучи сеном привозят и привозят каждый день сегодня у меня все пошло не по плану все не так как обычно вот видите как волосы кто-то пишет старые видео ничего не не старые это так вот покраска просто как объяснить когда мастер сушит у нее фен на более мощный и она выпрямляет волосы и делает их такими у меня волосы вот видите с моим феном какие но это просто что я их еще только помыла и и воздух влажный не досушила короче говоря из-за того что вот это так разбудили что-то я какая-то взбудораженная после такого активного подъема не знаю испугалась или как это сказать я спала и тут как оно начало гремахать я вообще не поняла где оно гремит что оно происходит и попылесосила и всю посуду перемыла и все на свете и душ приняла и стою в душе и думаю сейчас отключат воду а я головы не смыла ой боже но это смешно кому сказать но вы представляете вот так вот довели меня до белого коленя с этим ремонтом и собрала все что мне надо было в стирку пошла вниз отнести в стирку а там занято еще полчаса будет стираться чьи-то вещи потом надеюсь получится надеюсь что тот кто их закинул не ушел на работу и целый день она там не будет лежать в стиралке то они тут любят так сделать не думают о том что кто-то еще может захотеть стирать бывает так что оставляют и оставляют какую-то там сумку в которую это все сложить если кому-то надо стирать ну я никогда не вытягиваю мне во-первых неприятно чужие вещи трогать вытягивать ковыряться там я же не знаю что там может быть во вторых в этот раз даже и сумки не оставили вся надежда на то что и тут мне не не такое будет мое в кавычках везение а все-таки я смогу потому что сегодня один выходной хочется и пельмени сделать и немецкий поучить и занятия у меня сегодня с преподавателем книгу почитать короче ря когда-нибудь успею я и отдохнуть раньше этот куст такой мохнатый был интересный сейчас его взяли об скугли видно по обрезали обе расстроилась она там вечно метила территорию кто-то писал что видео много собаки да и будет видео много собаки потому что у меня моя жизнь и жизнь собаки вот так вот другого тут не может быть без собаки моей жизни нет и я улыбаюсь ей когда она что-то чудит меня это забавляет надеюсь вам будет интересно на это смотреть молодцы всю территорию с умом используют даже там где болото было такое как озерцо она за зиму опять будет но там вырастает трава тоже все скашивают сушат коровам потом будут это собирать все вчера гуляли саби еще тут была кукуруза сегодня уже кукурузу поубирали пасека маленькая но видно что уже по запаковывали улики вот эти новости из дому по поводу того что верховная рада там че кто-то налоговая получили все сведения людях за границей по поводу их каких-то доходов еще чего-то там я и не могу это просто вот почему иногда думаешь не хочу вообще в украину возвращаться потому что здесь заплати налоги по полной программе еще туда приедет заплати налоги при этом никакой не пенсии ничего не будет а с чего платить те налоги если тут зарплата хватает только покрыть эти все расходы но при этом заплати и там налоги ну я этого не понимаю интересно вот раньше как люди работали за границей там ездили на заработки в польшу в италию по приезду тоже вот так вот оплачивали все эти налоги все вот эти их странности что они там требуют обе я не хочу наверх эти пошли по кругу тянет наверх да вот так наверх идем по тропинке тут а сегодня не хочу есть побольше времени можно пойти прогуляться показать вам какие окрестности в кои-то веке дождя нет одни палки пооставляли стэ кукурузы все пособирали и на дальнем поле тоже уже кукурузу убрали потому и хитрят наши люди создают делают например сначала фирма маленькая одна прибыль начинает прибыль расти делают несколько чп для того чтобы не платить так везде налоги сто раз обе уходим в сторону верно в таких машинах перевозят коров с прицепом потому что как-то ших транспортирует овец коров но сейчас она пустая поехала тарахтит наверно кого-то куда-то перевезли уже думаю там ни одна корова вмещается вы знаете главное государство не переживает как нам здесь живется в каких условиях мы живем как мы выживаем что тут и как главное узнать о наших счетах в банке о нашей прибыли или доходах что и как на какие суммы ну блин а нас кто-то спросил хотим ли мы разглашение такой информации вот цену мне вообще эта ситуация непонятно как вы к этому относитесь если можно тоже прокомментируете у кого какой опыт был потому что вообще не весело от этого всего происходящего мне это кальраби чем-то напоминает редиску или репу такое вот как растение по внешнему виду но потом появляется головка и вот такой садят ближе к зиме и ну тут нет таких сильно заморозков зимой потом позже собирают этот урожай два раза в год сначала тут росла а зима и если не ошибаюсь а может и весной и садили не знаю пшеница была собрали пшеницу посеяли вот это кальраби которая за облачных денег стоит за килограмм вот так видны горы заснеженные кажется что она все так близко близко на самом деле это сотни километров до тех гор но очень красиво когда ясная более-менее погода опять что-то повез в этом прицепе вот тут такая травка по сходила такое ощущение как будто посеяли газонную траву но на самом деле мне кажется это никто ничего не сеял просто вот так растет бурьян трава на этих камнях клевер в перемешку потом будут собирать тоже косить урожай со стороны так красиво такие луга прям вообще лес природа давно подписана в фейсбуке на женщину нашу из украины и она занимается туристическими поездками небольшие группы собирают за день естественно турагентство и разные поездки делают такие интересные групповые то в болгарию то на мальдивы то еще куда-то цены конечно не дешевые но и не сильно дороже чем ехать самому и я все время задумываюсь мне так опять хочется куда-то поехать отдохнуть и вот думаю если куда-то так она организует поездки получается часто вижу куда они ездят болгария непал португалия вот эти азорские острова и мальдивы то есть в основном вот это а еще индия на шри-ланку вот может кто-то ездил в эти страны расскажите что вам какая страна понравилась но это называется как живой тур это не то что ты приехал и живешь все время в одном месте это получается ты то в одном городке побыл день потом день в другом и бывает такая экскурсия затягивается на две недели бывает 10 дней бывает что можно после поездки еще остаться и пожить там какое-то время то есть они предлагают дальше забронировать отель короче интересно и мне безумно так хочется поехать я понимаю что на это надо тоже все деньги но у меня прям мечта и хочется чтобы она когда-нибудь тоже осуществила со всех сторон даже там где кажется лес такая как опушка леса дома 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 люди любят такое уединение видно тоже какая-то ферма и тут корова группами эти коровы посматривают на обе дом какой интересный солнечными панелями при этом верхний этаж это на крыше жилой солнечные батареи современный дом такой и даже на домах которые не современные все равно часто можно увидеть солнечные батареи ковка машины впритык так крутится кран прям вплотную к этой машине неужели нельзя было как-то убрать эту машину все поубирали одна такая осталось стоять у нас саби запланирована стрижка когтей вчера и обещала так после прогулки помыла ей лапы сейчас буду стреть уже боится уже дергается вырывается хочу на несколько дней пока буду работать что после работы ничего не готовить приготовить еды решила опять по-быстрому пожарить картошку с шампиньонами и будет тушеная капуста посмотрю с мясом или тоже с грибами что-то придумаю обожаю жареный картофель на сливочном масле поэтому совсем немного добавила оливковое масло а дальше уже сливочное в конце еще даже добавляю сушеный укроп и сливки и немножко под крышкой в конце еще тушу так картофель который наполовину уже пожаренный добавляю немного жидких сливок сейчас еще немного протушу и добавлю укроп все то о чем я говорила третий раз уже пытаюсь сегодня закинуть вещи в стиральную машинку машинка закончилась стирать в 9 часов уже час дня и я не могу постирать потому что кто-то вот так закинул и ушел сдрыснул по-другому сказать не могу блин ну вы ж не одни как-то делайте свои стирки причем это я уже второй раз пытаюсь постирать на этой неделе в пятницу пыталась постирать точно такая же ситуация была поняла что у меня на субботу не высохнут вещи и вынуждена была не стирать ну ну шо это такое все мой картофель готов сейчас буду выключать последний раз посолила насыпала сушеного укропа можно в принципе подождать немножко чтоб она остыла и убрать ему сковородки потому что дальше я тоже буду что-то еще готовить на сковородке на улице хорошая погода тепло у аби какой-то процесс идет спрятаться зарыться стащила все пледы из дивана и отовсюду аби шо у тебя случилось шо случилось там в топчане побеспокоила ее недовольный взгляд такой отвлекла не один такой небольшой кабачок хочу его пожарить кубиками на сливочном масле с чесноком сделать его небольшим таким гарниром креветкам креветки буду жарить жарятся мои кабачки на оливковом масле не сильно буду жарить зажаривать ничего особо сюда не добавляю только потом уже готовым добавлю соль и чеснок и немного сметаны такие у меня получились кабачки я добавила сюда чеснока и сметаны все перемешиваю и будет у меня такой небольшой как салат можно еще конечно было помидор добавить или что-то такое но решила что помидоры сильно быстро пустят сок кабачки сметану и чеснок немножко соли больше ничего супер роскошные коровки попрятались в тень отдыхают себе кто улегся кто-то наверху отдыхает какая красота спокойные я на них смотрю они на меня смотрят и жуют на релаксе у всех вот кто-то писал там не у всех колокольчики фактически у всех там единицы кто без колокольчиков у всех колокольчики какие-то отдельные видно коровы которые вон видно как стельная вот это черно-белая беременная может быть у нее нету колокольчика а так в основном все они по закладывались после обеденный тихий час нашла такое старое видео с отдыха в египте захотелось его вам показать как раньше вот отдыхали в египте и за уборку в номер положили там один доллар два доллара оставляли пять долларов и уборка происходила каждый день в один из дней когда мы пришли в номер висела такая картина сейчас вы ее увидите дальше у нас обезьяна в номере начали появляться такие вот грибы опята если не ошибаюсь я их не знаю что с ними готовить как готовить а так есть они молоденькие такие только начали появляться белых грибов нет не видно землю много крапивы листьев и все так все усыпано листья пахнет конечно грибами на грибов нет одни бурьяные листья такая вот в лесу тропинка в гору все цивилизованно так сделано ни конца не края этой горе нету и вниз тоже со всех сторон лес лес в основном поганки в лесу можно найти так мало каких-то грибов вот какие-то интересные инопланетные грибы шариками и там такие же они какие-то интересные на толстой ножке на большой сверху как шарик как ёжик колючий в лесу даже такие источные люки есть грибов много насколько это правильные грибы и съедобные прям пахнет пахнет грибами целые поляны кто разбирается какой-то гриб кто разбирается что это за гриб что это вообще такое и внутри на удивление он какой-то пустой пустой но на аромат просто бесподобный гриб вот такая красота только начинаются такие грибы давайте подключайтесь грибники говорите съедобное оно или нет такие грибы прям целыми полянами растут много-много их только начинают кто-то писал что уже закрыт грибной сезон не знаю у кого он закрыт тут только начинаются грибы так целыми полянами ну какие они съедобные или нет даже поганки такие интересные какие-то с треугольной шляпкой домиком много-много их транспортная ремонтная техника домик они себе тут поставили ворота такие на колесиках интересные переезжающие с места на место транспортабельные и вот полно тоже грибов но уже какие-то они переспевшие что это за грибы большие крупные такие много-много вот посреди этого футбольного поля ну вот кто знает что это за грибы такие интересные можно их есть или нет на суп так я его разломала так он выглядит а бим сидит меня дома ждет а я по лесу гуляю марожу в поисках приключений как этот плющ дерево обвил со всех сторон соки из него пьет у людей во дворах домики детские батуты все для развлечения детей такая оленька целая птичьи домики скворечники а вот такая живность тоже кролики замер застыл уши только поджал кролик точно может сюда заходить нельзя смотрите какие они прикольные такие парочка чудо только ехала домой было прям жарко чистое небо еще подумала блин чего я забыла солнцезащитные очки тут уже все полчаса езды на поезде и солнца уже нет такая погода у людей огороды малина тыквы разные сорта какие-то салаты салаты фасолька будяки огромные как огуречник какой-то такой интересный ревень этот на пирог в ту сторону тоже дома и у них немного есть территорий для огородов а мне не хватает огородика я все хожу высматриваю у других какие огороды с цукини с клубникой с капусткой какой-то непонятно она или не завязалась еще может какая-то поздняя капуста даже головки не видно какие-то интересные цветы чем-то похожи на хризантемы или астры что-то вообще что-то с чем-то необычное огороды 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 ой укроп зонтики ну надо же раз в сто лет такое можно увидеть это какие-то мохнатые салаты листья салата на работе забыла коль как-то коль называется он зеленая вот это обрывается и люди его кушают но я такое не не полюбляю не мое оно покосили бурьяны даже на болоте прилетела и сюда печальная птичка а может это другая видно напугали каких-то этих мышей еще кого-то лягушек кого они там кушают прилетела сюда охотиться коровы коровы а кто-то работает павалди кукурузу покупала одну получается свежую кукурузу одну уже отваренную вот отваренная мне очень понравилась а это решила сварить ту которая была свежая надеюсь она тоже будет тихо не что они Продолжение следует...